Всем привет и добро пожаловать на канал, и это третья серия выживания в лесу, но точнее подготовка для выживания в лесу. Итак, погнали! А если вы не видели первую и вторую серию, то переходите в правом верхнем углу по аннотации и смотрите. После того, как я проснулся в своем лагере и весь лут сгрузил около палатки, я решил проследовать город для того, чтобы дополнительно залутать. Мне в принципе нужен был молоток, мне нужен также топор, так как я дровосек, могу нарубить деревья и создать я какую-никакую базу. По пути я немного решил прокачать свое собирательство и нашел палку с камнями. Дальше на моем пути мне, как обычно, встречаются дружелюбные зомби, которых я в принципе легко убиваю. И так как я немножко проголодался, я решил зайти в ближайший домик, который находился около стройки. К счастью, прораба и строителей там не было, поэтому в доме зашел достаточно легко через дверь, залутал все, что там было, немного перекусил и направился дальше, ближе к стройке. Далее я обошел всю стройку, однако там ничего интересного не было, впрочем, как и всегда, ну я дальше пошел ближе к домам, чтобы их залутать, что-нибудь возможно найти, но также основная цель это поиски автомобиля. Всех зомби, которые находились на дороге, я миновал, просто перепрыгнул через забор и направился дальше в дом. Однако около дома меня встретили дружелюбные соседи, которых мне пришлось немножко успокоить и объяснить, что гостей я принимать сегодня точно не намерен. После я зашел в дом, увидел жильца, поздоровался с ним, ну и дальше начал лутать все, что здесь есть. Съел кастрюлю супа, полазил в тумбочках, немножко передохнул, ну и все в этом духе. В дальнейшем я начал более тщательно осматривать данный дом и заходить в различные комнаты. Залутал различные инструменты в гараже и направился дальше по комнатам. И зайдя в очередную зальную комнату, на меня напал зомби и, как ни странно, меня укусил. Но здесь я подумал, все моя песенка спета. Я, конечно же, его приговорил, но посмотрел, у меня всего лишь царапина и кровотечение, чему я обрадовался, перемотался и пошел на второй этаж дома. Поднявшись на второй этаж, я сразу начал осматривать комнаты, также моя бита была уже наготовита, как тот случай с зомби в зальной комнате меня очень напряг. На втором этаже я залутал различные полезные принадлежности, однако ничего интересного здесь не было. Залутал монтировку, ящик для инструментов, взял фонарик, отвертку и так далее. И направился далее. И, конечно же, выйдя из дома, меня встретили мои друзья-зомби, с которыми мне пришлось немножко пообщаться. А дальше, около соседского дома, я заметил автомобиль. Достаточно в хорошем состоянии, однако около него стояло около пяти владельцев. И мне нужно было их как-то отвлечь. И всем нам известно, что в Project Zomboidy имеется лишь только один метод отвлечь зомби. А далее, подойдя к автомобилю, я убил еще нескольких зомбаков, открыл дверь дома и здесь оказался зомби, у которого есть ампула от зомби-вируса. После чего я начал искать ключи от данного автомобиля, однако их так и не нашел. Затем я обнаружил, что у данного автомобиля хорошее состояние и почти полный бак бензина, однако завести я его не могу. Затем я начал искать ключи по всему дому, искать ключи около дома, в убитых зомбаках, однако, к моему большому сожалению, ключи я не нашел. Завести автомобиль не так и не удалось. Сколько я не прилаживал попыток к поиску ключей, однако их, скорее всего, просто нет. В дальнейшем я понял, что данный автомобиль завести не смогу и направился вниз по карте, оставив заметку, что здесь имеется автомобиль с бензином. Пробегая большие дома, здесь была уйма зомби, однако я на них старался не обращать внимания, но в некоторых моментах мне, конечно же, пришлось от них избавляться. Продолжение следует... Затем рядом с домом на дороге я обнаружил неплохой автомобиль и подошел к нему, чтобы его осмотреть. Ключа, как обычно, в замке зажигания не было, я направился к его капоту посмотреть вообще, есть ли в нем бензин. Однако, осмотрев автомобиль, я понял, что бензина в нем нету и пошел дальше. А дальше я обрел, не знаю куда, между домов, в надежде найти какой-нибудь работоспособный автомобиль, так как он мне жизненно необходим. Проходя мимо домов, я еще дальше обнаружил церковь и около нее огромную парковку, где стояло, по крайней мере, около 7 автомобилей. После чего я начал их лутать и смотреть, есть ли где-нибудь ключ, а также полны ли они бензином. Зомби было на парковке очень много и я старался делать все крайне аккуратно. Подобрал ключ на асфальте валяющийся и продолжил лутать автомобили. Через какое-то время ко мне подошли два автолюбителя и захотели меня проконсультировать по поводу покупки автомобиля. Однако я вежливо отказался и продолжил сам осматривать автомобили. Посмотрев автомобиль в первом парковочном ряду, ни один из них не был работоспособен. Некоторые были закрыты и мне пришлось в дальнейшем разбивать стекло, чтобы посмотреть, сможет ли данный автомобиль поехать или нет. Однако разбив стекло в Мерседесе и залез в него, я увидел, что ключа нет и завести, конечно же, автомобиль я никак не смогу. В дальнейшем я решил сесть в автомобиль и начать читать в нем книгу. Однако после того, как я начал читать книгу, я просто не смог больше ничего сделать. Не остановиться, не вылезти из автомобиля. Просто ничего, игра как будто баганула и мне оставалось надеяться, что со мной ничего не случится. Читая книгу, в автомобиле я просидел около суток, я уже очень проголодался и, к моему счастью, зомбаки просто до меня не дошли. Иначе они бы просто меня съели, так как я не мог сдвинуться с места. Однако уже поздней ночью, дочитав книгу, я с легкостью смог вылезти из автомобиля и все стало нормально. Поэтому, господа, не стоит читать книги в автомобиле. Немного перекусив в машине и поправив свое здоровье, я направился дальше осматривать автомобили, которые находились сверху парковки. Так как зомби уже оттуда отошли и дорога была расчищена. И съев первый же автомобиль, я увидел, что в нем есть ключ, а также имеется бензин. Хоть его немного, но уехать я смогу. В дальнейшем я завел данный автомобиль и тронулся к своей базе. Ехав по дороге, у меня были мысли, что сейчас я подъеду к своей базе, сложу весь необходимый лут в автомобиль. Возможно, еще пройдусь по городу, что-нибудь залутаю полезное и поеду осваивать новое место, а также строить свою базу. Подъехав к стройке, я свернул налево и решил где-нибудь в лесу припарковать свой автомобиль. Так как к своей базе я не подъеду из-за того, что слишком густой лес. В последующем я начал бежать по лесу в полной темноте и это, конечно же, было моей ошибкой. После чего я начал доставать свой фонарик, однако я услышал звуки зомби и побежал чуть быстрее. В последующем я все-таки достал свой фонарик и оказался уже около своего палаточного лагеря, где я стал осматриваться по сторонам и искать зомби. Убив первого зомби, в нем я обнаружил оружие и боеприпасы и решил в последующем их залутать. Далее я увидел, что к базе подходит еще несколько зомби и уже был немного беспокоен. Не находится ли около моего палаточного лагеря очень много зомби. Однако, убив первого и второго зомби, я их осмотрел, ничего полезного не нашел и решил направиться к своей палатке переночевать, так как у меня уже была нормальная такая усталость. Забрав оружие у первого зомби, я направился к своей палатке и лег спать. Однако, господа, проснуться мне так и не удалось, меня просто съели зомби. Это была моя одна из самых больших ошибок этого прохождения. Мне не нужно было ложиться спать в палатке, не оборудованной никаким забором. Также, проснувшись, я услышал лопасти вертолета и, скорее всего, ночью, когда я спал, игра решила, что мне необходимо чуть больше хардкора и послала ко мне вертолет вместе с зомбаками. Однако, на этом мои прохождения не заканчиваются. Я в этом же мире создам очередного персонажа и уже направлюсь к данному месту. Так как автомобиль мы с вами нашли, у нас будет возможность уехать в глухой лес и начать наше выживание с чистого листа. И всем спасибо за просмотр, обязательно подписываемся на канал, если кто не подписан, ведь это абсолютно бесплатно и поможет продвижению контента. Всем удачи и до скорого!